Здравствуйте, уважаемые читатели! Я Виталий Чернышов, который проживает в Запорожской области, в городе Мелитополь. Город Мелитополь славится своей черешней и как ворота Крыма. Хочу вам прочитать пару своих стихотворений. Называется «Я не меняю». Я не меняю ноги на машину, в них грация и быстрота. Я угол не меняю на квартиру, в нем сущность и глубина. Я не смотрю на льстивые моменты, живет в них горечь, пустота. Я не караю всех за инциденты, моя в них сила, новизна. Я не бегу от очень любопытных, в них верный смысл для меня. У них задатки прогрессивных, на блеклом крае бытия. «Быть может, мир перевернется, уже зачахла суета. Душа болит, но вера не вернется, как пересохшая река». Вы знаете, Мелитополь сейчас как граница перед Крымом. У нас стоят отряд на вокзале ЖД, проверяют поезда, подъезжает поезд, заходит отряд, проходят все пласткартные, купейные места, осматривают подозрительных, ненадежных людей. Ну и потом выходят, и пассажиры заходят уже по своим билетам. Так и в ту, и ту сторону, и в юг, и на север. Ну а так, вроде, все тихо. «Вы чувствуете себя дома, часть Мелитополя? Вы коренной житель Мелитополя. Вы чувствуете себя хозяином своего города?» Ну, хозяином надо прежде себя быть сначала. Ну а так, да… Так же, как и раньше? Да, без изменений внутреннее состояние стало более осмысленным. Взгляды стали, как сказать, осознаннее. И смотришь уже, что жизнь – это все-таки одна, она прекрасна. И надо, какая она есть, ее улучшать несмотря на то. Хочу Вам сказать о том, что, чтобы поменяться, надо поменять свое мировоззрение или свой шаблон мира. Добавлять, убирать. Для этого есть очень важные пять закономерностей. Как Вы любите себя, так Вы любите и других. Как Вы относитесь к себе, так Вы относитесь и к другим. Как Вы относитесь к животным. Особенно касается это… Сейчас… Бараконьеров и охотников. Так Вы относитесь и к людям. Какое у Вас здоровье, Таких и у Вас и знания. Поэтому только разум и любовь могут поменять и улучшить все вокруг. Одно стихотворение, как и говорил, называется «Исцелите душу нежно». «Исцелите душу нежно, поднимите боль до неба. Радость, кажется, безбрежна, Не хватает в жизни света. Поведу глазами вправо, Горизонт контрастном дышит. Посмотрю скорее налево, Ветер облаками пишет. За звездой звезда сияет, Вся вселенная на взводе. Нас прозрение меняет, Раскрывая суть в полете. Победим былые точки, Поразрушим все наветы. Первозданны только почки, Разбивают все запреты. На руках планета стонет, Нас отбросит, ждет нас бездна. Вам природа чувства смоет, Почка новая полезла». Я хочу вам прочитать стеотворение, которое касается мужчин и женщин, которых нету теперь с нами, а с ними Бог. Называется оно «Небесная сотня». Вы стали звездами вокруг земли, Их свет воспоминаниями наполнил. Когда на баррикады вместе шли, На лицах не было пугливой скорби. Вы пули, взрывы считали от любви К нам, далеко теперь живущим. Так показали силу и отдать смогли Сердца и души в нас поющих. Из грусти и на радость на века Мы будем помнить до могилы, Имен родных, священная река, В которой наши судьбы плыли. Ты посмотри, на небе больше звезд, Как сто свечей нам веру подарили. Качается теперь немлечный мост, С которыми связаны мы все живые. Дякую. Спасибо.